Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня коротко поговорим о суицидальных тенденциях онкологических больных на палеотивном этапе. Вообще, палеотивные пациенты, пациенты на палеотивном этапе считаются группой риска ввиду некоторых контекстов, в которых они вынуждены находиться. В первую очередь, это соматический план, инкурабельность таких больных, истощение физических и психических ресурсов, болевые синдромы, которые трудно купируются. В эмоциональном контексте пациенты часто демонстрируют обиду, отчаяние, гнев, подавленность, отрицание очевидного обвинения в сторону близких или врачей, размышления о справедливости и несправедливости окружающего мира, размышления о суициде. Размышления о смерти, о ценности жизни, о том, насколько ценно им продолжать существовать именно в таком состоянии. Часто мы замечаем реакцию обесценивания всего, утрату смысла, что большинство пациентов могут как-то озвучивать в диалогах, но часто мы наблюдаем погруженность в себя таких пациентов и отказ от активных контактов с окружающими. В поведенческом контексте мы можем наблюдать изоляцию таких больных, социальную изоляцию, ограничение контактов социальных, нежелание делиться переживаниями, говорение на отвлеченные темы, при этом уход от какого-то эмоционального плана. И, естественно, когнитивный контекст на фоне длительного лечения, после перехода пациента на палеотивный этап мы, конечно же, замечаем изменение когнитивных функций, изменение мышления. То есть нарушается концентрация внимания, объем внимания, памяти, восприятие информации и критичность к своему состоянию. Соответственно, все это создает такое поле риска для критичности мышления к собственным рассуждениям, к собственным эмоциональным реакциям. Где-то невозможность их отследить, купировать или вовремя обратиться за помощью к специалистам, просто позволить себе об этом говорить. В связи с этим пациенты палеотивной группы у нас являются в группе риска. Находятся в группе риска. Напомню о том, какие формы суицидных тенденций у нас существуют. Они бывают внутренние и внешние. Внутренние характеризуются тем, что в них отсутствуют поведенческие компоненты, волевые компоненты. Чаще всего это размышления о смерти, о ценности жизни. Это попытка переоценки ценностей, своего рода экзистенциальные переживания, которые могут озвучиваться. Например, как пассивные суицидальные мысли, когда пациент может говорить о том, что я лучше умру, чем буду терпеть эту боль. И вроде как мы можем воспринимать это как высказывание о том, что пациент больше не видит никаких способов справляться с состоянием. И попытка ухода из жизни – это единственный способ, который в его руках, и это единственное, на что он может влиять. С другой стороны, мы можем это воспринимать как просто высказывание про то, что пациент нам говорит – я устал терпеть, мне очень тяжело, и я не знаю, куда себя деть от этой боли, от этих переживаний и так далее. И внешние формы суициды отличаются тем, что в них, конечно, активен поведенческий компонент. То есть это пациенты, которые уже готовы предпринимать какие-то попытки или в поведении каким-то образом демонстрируют нам готовность к суициду. Среди онкологических больных, среди палиативных больных мы чаще всего среди внутренних форм суициды отмечаем антивитальные переживания, которые характеризуются снижением воли к жизни, утратой смысла, переживаниями депрессивными, погруженностью в себя, некоторой переоценкой ценностей, если она возможна, и пациент к ней готов. Наблюдаются пассивные суицидальные мысли, которые могут характеризоваться фантазмами о собственной смерти, фантазмами об облегчении в связи с смертью, представление о том, какая она, то смерть. То есть, некоторого рода рассуждения, наверное, где-то в попытке проконтролировать процесс умирания, потому что каждому человеку очень важно держать под контролем свою жизнь и собственное умирание тоже. К сожалению, не всегда удается передавать контроль над процессом палиативного лечения, поддерживающего лечение пациентам. И суицидальные замыслы, где уже начинается процесс планирования суицида, фантазмы о попытках суицида. И, соответственно, еще раз повторяю, что внутренние формы суицидальной замыслы, они пока существуют только на уровне размышлений пациента. Это еще не действие, это еще не попытки, а только размышления, фантазирование на эту тему. И среди внешних чаще всего встречается парасуицид. Это ложная попытка пациента, когда он вроде как собирается, но сам же себя прерывает, то есть еще не переходя к действиям. И абортивный парасуицид, это когда, соответственно, попытка прерывается медперсоналом, близкими, родственниками, ну или какими-то другими лицами. И внешние формы суицида не так часто встречаются среди онкологических больных. Чаще всего для палиативных больных, для онкологических больных ценны моменты, когда им позволено говорить о смерти, говорить об уходе из жизни, поскольку это довольно сложная тема, и у нас в стране пока не развита культура говорения о смерти. То есть сейчас в европейских странах активно развиваются направления, где специалисты пытаются легализовать говорение о смерти, не как что-то пугающее, а как закономерный этап нашей жизни. И чем больше он будет прояснен для пациента, для родственников, чем сформированнее у них будет представление о том, с чем им предстоит столкнуться, тем меньше тревоги в связи с этим. Потому что ситуация неопределенности, она, конечно, у нас вызывает тревожные реакции, реакции страха. Если же мы готовы про это говорить, мы получаем хотя бы разрядку, как пациенты, как близкие пациенты, их родственники. То есть психика у всех устроена одинаково. Поэтому важно, насколько это возможно, насколько готов пациент, насколько готовы его близкие родственники, говорить о смерти, умирании и о том, что пациент для себя может сделать, или что родственники для него могут сделать в этой ситуации, чтобы облегчить состояние возникающей реакции. Среди внешних признаков пациента с высоким суицидным риском мы можем отмечать классически это однообразную поникшую позу, это отрешенное, безжизненное, угрюмое выражение лица, застывшая мимика, выражая какую-то определенную эмоцию, чаще всего негативного характера, потупленный взгляд, направлен в никуда. То есть пациенты не смотрят в глаза или смотрят как бы сквозь человека. Движения замедленные, скованные. И, соответственно, мы здесь можем говорить о том, что такие же реакции мы можем наблюдать у пациента с клинической депрессией, с тяжелой большой депрессией. То есть мы здесь не говорим, что только по данным признакам мы будем определять суицидные тенденции пациента и высокий риск. Говорим о том, что инкурабельному пациенту также свойственны такие проявления реакции, проявления переживаний. И, соответственно, данным пациентам просто стоит уделять больше внимания. И наиболее точными признаками, на которые можно в большей степени опираться пациента с высоким суицидным риском, это высказывания и поведенческие реакции. Среди высказываний мы, как я уже сказала, будем наблюдать рассуждения о смысле жизни, отсутствие переживания радости, даже если происходит какое-то, ну, объективно для всех хорошее событие, этому удалось совладать с тяжелой симптоматикой или удалось осуществить то, чего пациент хотел длительное время, пациент может не демонстрировать радость, он может обесценивать события, говоря, что ну и для чего тогда это все. Все равно конец скоры, смысл сейчас вот пытаться радоваться, искать что-то позитивное в сегодняшнем дне. То есть сам факт палеотивного этапа обесценивает, в принципе, жизнь, которую пациент живет сейчас. Соответственно, и негативизм в отношении будущего, в отношении лечения, всех мер, которые предпринимают врачи. Ощущение одиночества даже в том случае, если пациент окружен близкими или друзьями. Это ощущение больше эмоционального характера. То есть пациент эмоционально одинок, потому что с ним могут не говорить о том, что его действительно беспокоят на палеотивном этапе. Почему? Потому что никто не знает, как об этом говорить, и многие пугаются этой темой, боятся усугубить эмоциональное состояние пациента. Но в связи с этим он может испытывать некоторое эмоциональное одиночество. Часто пациенты переживают чувство вины в связи с тем, что они заболели, в связи с тем, что они считают, что по их вине запустилось заболевание до такой стадии или до такого этапа лечения. Могут переживать, что они абуза для близких, переживать чувство вины и стыда за собственную несамостоятельность, не автономность. И при этом, плюс ко всему этому, они еще и будут выражать реакции злости, какие-то аутоагрессивные тенденции в отношении себя за, опять же, собственную беспомощность, за собственное состояние, поскольку довольно сложно принять себя в таком качестве. И это у нас признаки, которые мы будем слышать в высказываниях пациентов. И поведенчески как это может проявляться. То есть, если мы видим пациента с высоким суицидным риском, то поведенчески мы будем у него отмечать некоторую психомоторную возбудимость, некоторую неусидчивость, которая будет неситуативна, не как реакция на какой-то стимул или триггер, который возник только что, а она может возникать и вне стимулов. То есть, вдруг пациент тревожно неусидчив, вдруг он взбудоражен, вдруг он взвинчен. Также он может быть при этом эмоционально подавленным, он может отказываться от контактов с медперсоналом или от контактов с близкими, может быть погружен в себя, в свои переживания. При этом он может демонстрировать нам пассивность или вялость. То есть, у него не будет мотивации к получению дальнейшего поддерживающего лечения. Он не будет готов к медицинским процедурам и будет демонстрировать нам отказ от них. Не будет заинтересован в событиях, которые происходят, даже если они входят в сферу его интересов или по витальным показаниям ему необходимы. Мы будем наблюдать отрешенного человека, либо мы будем наблюдать тревожного неусидчива от чего-то возбужденного человека. И, конечно, среди косвенных поведенческих признаков часто называют поведение пациента, когда он начинает прощаться с близкими, когда он пишет завещание, или когда он начинает раздаривать вещи, или когда он становится внезапно весел. То есть, это чаще всего характеризует импульсивных пациентов, которые в течение жизни были более эмоционально лоббильны, более импульсивны. И в этой ситуации, соответственно, реакция на желание уйти из жизни эмоциональная, она будет вот такой вот. То есть, пациент вдруг находит для себя выход наиболее для него оптимальный. И, соответственно, эта мысль приносит ему облегчение, но он не может ее оттормозить. Поэтому в этой ситуации важно обратить внимание на то, что поведение пациента поменялось без видимых причин. И на базе хосписа номер один в Лакте было проведено исследование довольно объемное. Методами исследования был метод наблюдения и клиникодиагностическая беседа пациентов. Выборка распределилась таким образом, что больше половины составили женщины, меньше половины мужчины. Это были пациенты старшего возраста, средний возраст по выборке более 50 лет. То есть, большую часть больных составили терминальные больные, 65%. У всех пациентов было диагностировано неизлечимое из локачественного образования. У всех пациентов в выборке не было пара суицидов в анамнезе или психических расстройств. И что же было обнаружено? Была обнаружена динамика внутренних форм суицидных тенденций инкурабельных пациентов. И, как уже было сказано, она разворачивается в три этапа. При этом не доходит до волевого компонента, до поведенческих реакций. То есть, она представлена у нас антивитальными переживаниями, как экзистенциальными переживаниями на очередном этапе жизни, который подходит к концу. Пассивными суицидальными мыслями, фантазмами о смерти, попытками говорить с родственниками о смерти, планирование собственных похорон, суицидальные замыслы, где также к фантазиям добавляется фантазирование реакций близких. И задаются вопросы, как они будут справляться без меня, как им будет. Я бы не хотел, чтобы они страдали, я бы не хотел причинять им боль, и я бы хотела облегчить их состояние. То есть, попытка все так же контролировать вот этот процесс эмоционально тяжелый с пониманием того, насколько будет непросто близким и родственникам в этой ситуации. То есть, мы наблюдаем, что в условиях хосписа, в условиях хосписного стационара пациенты не переходят к активной фазе суицидных тенденций, то есть, мы не наблюдаем попыток суицида активных, мы наблюдаем только говорение об этом. И были выделены факторы риска углубления антивитальных переживаний, ну, поскольку они у нас в большей степени доминируют. И они также не противоречат исследованиям наших зарубежных коллег. То есть, среди наиболее тяжелого фактора выделяется пациентами болевой синдром, особенно неконтролируемый болевой синдром, который также может усиливаться на фоне стресса или на фоне острых эмоциональных реакций, что, соответственно, выводит нас к тому, что вроде как мы, будучи клиническими психологами, можем на это влиять. То есть, мы тоже можем участвовать в контроле болевого синдрома, ну, по крайней мере, за счет снижения эмоционального его компонента. Важным является потеря автономии и независимости или страх потери автономии и независимости из-за прогрессирующего заболевания, из-за возникающей симптоматики, из-за слабости, остынии и так далее. То есть, больных очень пугает и тревожит зависимость от близких. Они очень боятся быть обузой для близких, о чем они часто говорят, они переживают чувство вины и стыда за это, с которым очень сложно им самостоятельно поработать, то есть, самого себя уговорить про то, что вот такая у нас сейчас ситуация сложилась, и важно уметь принимать помощь близких. И близким-то, в общем, тоже хочется эту помощь оказывать, потому что они, так же, как и пациент, беспомощны в ситуации. Для них является важной попытка хоть каким-то образом ему помочь. И деморализация и депрессивные реакции также усугубляют антивитальные переживания онкологических больных на палеотивном этапе, но в связи с тем, что депрессивные реакции, они и так характеризуются снижением активности, мотивации, утратой смысла, переоценкой ценностей, снижением лоббильности мышления и когнитивных процессов в целом. И каковы же факторы риска развития суицидальных тенденций у таких пациентов? Одним из самых тяжелых решающих факторов, естественно, является наличие заболевания, которое навсегда и которое не разрешится со временем. То есть это то, с чем приходится жить и каким-то образом справляться. И, естественно, развивающаяся острая симптоматика значительно усугубляет риск развития суицидальных тенденций. Важным другим фактором являются особенности личности больного, потому что пациенты на протяжении всей своей жизни как-то формируются, у них выстраиваются способы реагирования, способы взаимодействия с реальностью. И, естественно, пациент, который привык к гиперконтролю в ситуации неопределенности утраты этого контроля, ну, когда абсолютно никто не может ему ничего обещать и контролировать его симптоматику на все 100%, будет нам демонстрировать тревогу, страх, беспокойство, злость, гнев. И, соответственно, будет развивать у себя антивитальные переживания, а затем и суицидные тенденции. И клиническая большая депрессия эндогенного характера, с которой пациент самостоятельно даже совладать не может. То есть здесь необходима медикаментозная поддержка. Другим важным фактором являются особенности выстраивания палеотивной помощи. В особенности остро переживается недоступность палеотивной помощи или отсутствие дальнейшего маршрута, когда лечащий врач по той или иной причине отказывает в лечении и при этом не рекомендует палеотивную помощь или палеотивную медицину. То есть пациент остается один на один со своими задачами, которые необходимо решать и, соответственно, может не понимать, в какую сторону ему двигаться. Важным фактором является семья. Потому что какой бы поддерживающей она ни была, так или иначе семья пациента, для самого пациента, находится немного в другой психической реальности. То есть она в какой-то степени будет дистанцирована от него, не потому что так вышла и такая семья, а потому что сам пациент будет готов дистанцироваться в связи с тем, что он не хочет причинять боль семье, он будет изолироваться, он будет погружаться в себя, он будет ограничивать для семьи доступ к какой-то травмирующей информации. То есть он будет пытаться собственной дистанцией оберегать близких. И, конечно, важным фактором является деструктивность семьи. То есть мы можем наблюдать очень разные реакции среди родственников онкологического больного. То есть это как реакция ухода, как реакция отрицания того, что происходит сейчас, происходит палеотивный этап, и, собственно, ничего с этим никто не может поделать. Так и реакции гиперопеки, когда родственники больного могут до последнего уже, в какой-то степени причиняя боль и некоторые физические страдания, пациенту возить его по различным специалистам в попытках его излечить. Соответственно, пациент уже готов принимать то, что происходит сейчас, принимать события, но при этом не может отказать своей семье, которая отчаянно пытается его спасти. И в этой ситуации, конечно, пациенту нужно не спасательство в большей степени, а управление его симптомами и, наверное, говорение о том, что происходит. И, переходя к выводам, можно говорить о том, что наиболее уязвимой группой палеотивного лечения являются пациенты начального этапа палеотивной помощи в связи с тем, что на этом этапе пациент должен пытаться эмоционально и когнитивно принимать то, что с ним происходит, и принимать переход из фазы активного лечения в фазу поддерживающего лечения. Ведущими факторами риска являются эффективные психические расстройства, депрессивного, невротического, тревожного спектра, снижение социально-ролевого функционирования, то есть снижение автономии и недоступности палеотивной медицины. В стационаре антивитальные переживания и суицидные замыслы снижаются за счет профилактики факторов риска и не доходят до клинических и субклинических форм у большинства наблюдаемых пациентов. В стационаре также тенденция к обсуждению мысли о смерти характеризует больше половины пациентов, и по наблюдениям можно говорить о том, что такие рассуждения носят все же экзистенциальный характер, то есть пациентам важно об этом говорить. И напоследок хотелось бы озвучить коротко алгоритм кризисного вмешательства при выявлении суицидных намерений пациента. То есть мы понимаем, что необходимо вызывать психиатрическую бригаду, что мы можем использовать медикаментозные методы, мы можем сидировать больного, но здорово, наверное, еще и добавлять некоторые шаги кризисной интервенции при суицидных тенденциях. Для начала важным шагом является установить взаимное доверие с больным, каким образом это делать? Через принятие переживаний пациента без каких-либо оценочных суждений. То есть не допускаются манипулятивные высказывания, не допускается оценка поведения пациента как инфантильного где-то, или может быть как осуждаемого обществом, или не допускается критиковать пациента за проявление его каких-то слабых черт и так далее. То есть пациент будет также пытаться манипулировать собственным поведением, будет пытаться привлечь внимание, и на все это нужно реагировать как на то, на что имеет пациент право. То есть это попытка что-то высказать. Переживание жалости к себе, или переживание покинутости, или одиночества. Соответственно, на это важно обращать внимание и говорить о том, что да, ты имеешь право переживать, ты имеешь право сейчас пугаться, ситуация действительно страшная, никто не говорит о том, что здесь все просто, и ты не должен переживать, тебе незачем переживать. И важно прояснять суицидальные намерения онкологического больного, то есть выяснять у него о том, на каком этапе рассуждений или действий он уже находится. То есть, естественно, здесь речь не идет о том, что пациент стоит у нас на окне, и мы приходим выяснять у него суицидальные намерения. Речь идет о том, что мы замечаем некоторые возбуждения, некоторые резкие перемены в настроении, и, соответственно, пытаемся выяснять, что же происходит. Вторым важным шагом является необходимость осредотачивать внимание на актуальных переживаниях. То есть, да, антивитальные переживания и суицидные формы поведения внутренней, они имеют свою динамику и развиваются постепенно. То есть это происходит не за минуту. То есть некоторые процессы в мышлении и в психике у такого пациента уже шли довольно долгое время, и что-то, возможно, явилось причиной или решающим фактором для того, чтобы пациент принял окончательное решение. И важным является понять, что же сегодня, сейчас стало такой причиной. И довольно часто мы можем наблюдать, что это может быть усиление какой-либо симптоматики, это может быть конфликт с близким. То есть то, что пациент уже не готов терпеть, ну, поскольку, в принципе, эмоционального напряжения у таких больных довольно много, и они требуют разрядки. Иногда даже вот таким способом. Важно снизить влияние тех факторов, которые были обнаружены, то есть абсолютно разными способами. Либо это купирование болевого синдрома, либо это уединение в палате, в которой нет соседей, либо это говорение с близкими, если пациент изолирован от близких, и больше не может проживать жизнь вот в таких для себя условиях. Следующим важным шагом является обсуждение значения состояния для самого пациента. То есть ведь пациент, демонстрируя какую-то реакцию, он ведь понимает о том, что он демонстрирует эту реакцию, он как-то внутренне это оценивает. И очень часто сложно остановиться, потому что остановиться означает начинать переживать стыд перед теми людьми, которые вот его сейчас наблюдают, переживать стыд за себя, за собственное поведение, за собственную слабость и так далее. И здесь важно прояснять пациенту, что в данной ситуации такого напряжения и таких соматических осложнений пациент, к сожалению, ожидаемо мог так реагировать. То есть чаще это всего случается у пациентов в большой депрессии, которые считают, что если у них вот такие реакции сейчас депрессивные проявляются, если они не способны переживать никакие эмоции, если они все время переживают чувство вины, если у них патологический сон или сон, наоборот, отсутствует, то вот это теперь их окончательное состояние. То есть вот они стали такими людьми. Хотя речь в большей степени идет о том, что у нас пациент отдельно, а его депрессивная реакция отдельно. То есть это реакция. Она в большей степени характеризует состояние, нежели всего пациента. То есть ему не за что переживать стыд и вину. То есть вот эти важные моменты хорошо обсуждать с пациентом. Потому что это его возвращает к реальности, нашей реальности. Он не в своей психической реальности как-то интерпретирует происходящее, а уже получая некоторую информацию от нас, может более трезво и более критично относиться к тому, что происходит. И уже на этом этапе оказывается, что уже и может быть симптомами, это можно лучше управлять, да, и что можно больше жалоб предъявлять. И тогда, может быть, врачи и медперсонал будут знать, с чем они имеют дело. Ну, потому что мы знаем, что много наших пациентов готовы довольно долго терпеть, прежде чем начать жаловаться. И важным моментом является стимулировать пациента применять адаптивные способы, которые были применены до возникновения ситуации актуальной. То есть пациент не первый раз находится в стрессовой ситуации. Ему не впервые в жизни невыносимо тяжело. И у него уже есть какие-то способы собладания с этим. Он уже каким-то образом раньше был способен с этим справляться. И, наверное, сейчас они в какой-то степени будут действенны тоже. И вот это процесс возвращения контроля пациенту над ситуацией. То есть пациент вдруг понимает, что да, он способен. Он способен с этим справиться и с чем-то еще. Да, он устал, но усталость – это тоже симптом. И этим симптомом тоже можно управлять. И что вокруг него есть люди, которые готовы ему помогать. И что эту помощь можно принимать. И тогда можно уже в поле зрения держать не свой экзистенциальный кризис, а, наверное, качество своей жизни. И таким образом вот этот период дожития делает для себя более удобным. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.